Всем привет! С вами Давид Поделка, Jerusalem Life. И сегодня я веду этот свой урок не из прекрасного Иерусалима. Мы в Тель-Авиве, в Сароне, в Иерусалиме, в Израиле, в Тель-Авиве. Уже у нас весна, отличная погода. Если вы заметили по формату, теперь я вещаю не так. И мы развиваемся, да, у меня появился оператор, крутая камера, микрофон, все круто. Да, и сегодня я хочу поговорить на тему, которая волнует всех, да, людей, по поводу денег. Мы поговорили об отношениях, мы говорили разные темы в прошлом моем сезоне Jerusalem Life. Сейчас начинаем новое видео. Тема на тему, урок на тему денег. Да, то есть всех парит. Вот, лично меня всегда парит, как больше зарабатывать, почему, почему я столько мало зарабатываю. Я уже зарабатываю больше, но хочу еще. Да, знаете, анекдот, как идет еврей по улице, видит кошелек. Поднял, пересчитал, не хватает. То есть, если вам не хватает, то, значит, все. Можете документы не проверять, у вас все нормально, вы точно еврей. И это нормально, друзья, это нормально. Всегда надо стремиться к чему-то большему, но надо тоже быть довольствоваться тем, что у тебя есть, да. Это, как говорил царь Шламон. И хочу привести вот такое, как бы, да, у нас сказано в Талмуде, есть такая фраза, что парноса человека, его достаток определяется на Росшишана. То есть, на Росшишана сверху решается, как бы, ваш годовой бюджет. Ваш годовой бюджет – это сколько денег вы заработаете в течение года. И не предусмотрено, то есть, вне, как бы, этого плана, вне этого бюджета только те деньги, которые вы тратите на шаббат и на праздники. То есть, эти деньги, как бы, Всевышний дает их сверху, еще, как бы, выделяет дополнительные средства и финансирование на эти проекты, да. Вот. И лично, как бы, хочу рассказать, да, то есть, вы говорите, ну, окей, ну, поделка, красиво говоришь, да, но что делать, слушай, у меня, как бы, вот тут работа в субботу. Я же не могу не пойти. Приведу пример, который доказывает сто процентов, что про носа только от Бога. Я, как бы, лично уже 5 лет работаю в сфере маркетинга, в сфере продаж, и был у нас такой опыт, когда мы работали с Ицхаком, делали вебинары, делали онлайн-тренинги, и был такой опыт, что мы делали… готовились очень сильно к одному проекту. То есть, кто знает, что такое воронка продаж, то есть, да, как бы, мы нагнали огромное количество трафика, пришло большое количество посетителей, да, на сайт, большое количество людей подписалось, и, то есть, мы ожидали, что если такой сумасшедший ажиотаж просто на этот тренинг, значит, сейчас будут продажи, просто, там, космос, да. И доходит дело до продажи, отличный проведенный вебинар, отличное предложение. Все, друзья, покупайте вообще, как можно такое не купить, и продажи в 4 раза ниже нормы. И на следующей неделе мы делаем… мы как бы, окей, что делать? Значит, так не шамаем, значит, так нам выделили с Ицхаком такой бюджет на этот месяц. Проходит буквально месяц, я пробую тестовать, сделать одну акцию, сделать распродажу, это была там Black Friday, никогда мы раньше в компании не делали Black Friday, тут мы делаем Black Friday, и за 3 дня мы делаем просто месячный план продаж. Вот. И кто-то сейчас может сказать, да, случайность, это совпадение, но по факту мы видим, да, что надо делать усилие, надо работать, но понимать, что, как я уже говорил ранее в моих видео, что эффективность, да, что результат от нашей работы зависит только Мишамаем. Поэтому, друзья, не забывайте уделять время своему духовному родству и развитию. Учите Тору, молитесь. Вот сейчас уже с Курашкия, мне пора молиться Минху, поэтому я заканчиваю это видео. Пишите ваши вопросы, если кто-то не согласен, даже пишите ниже. И мой призыв – учитесь, молитесь, развивайтесь духовно, развивайтесь в сфере также материального, то есть изучайте маркетинг, продажи, экономику, все, что как бы актуально в вашей сфере. И действуйте, все, обязательно принимайте какие-то усилия. Все, на связи, с вами был Давид Поделка, Тель-Авив Live.